Всем привет, друзья! Сегодня с вами готовим печенье с джемом. Печенье будет на песочной основе. Само печенье готовится буквально 15 минут, плюс время на выпечку. Если вы не подписаны на мой канал, то самое время это сделать. Внизу в описании вы найдете точный список ингредиентов, которые мы сегодня использовали. Там же в описании будут ссылочки на мои другие видео и на мои другие социальные сети. Ну а мы с вами приступаем к приготовлению. Итак, тесто готовится очень быстро. Я воспользуюсь блендером. Если у вас его нет, то легко можно смешать все руками. Главное правило песочного теста не мешать слишком долго. Все смешиваем до объединения ингредиентов. Смешиваем холодное сливочное масло, муку, соль, разрыхлитель, сахарную пудру и воду. Воду и сливочное масло я минут на 10 поставила в морозилку, чтобы они были очень холодными. Вот такая крошка получилась. Если крошка суховата, добавляем еще немного холодной воды. Прям совсем чуть-чуть. Вот такое красивое тесто получилось. Оно однородное по цвету, все ингредиенты перемешались, значит можно работать дальше. Можно тесто сделать чуть раньше, накануне. Просто уберите его в холодильник. Раскатываем тесто толщиной примерно 4 мм. Я буду вырезать вот такой формочкой. Диаметр формы 7 см. Если нет формы, возьмите подходящий стакан. Или можно вырезать круг из бумаги с нужным диаметром и по нему, как трафарету, уже вырезать наши круги. Выпекать я буду в форме для маффинов. Мой совет, все-таки проложить пергаментной бумагой или взять капсулы для маффинов или капкейков. Так будет проще потом вынимать печеньки. И они будут красивее. Выкладываем тесто в форму. Заполняем джемом. У меня клубничный. Можно взять любой джем. Густой варенье, карамель, сгущенку вареную, шоколад, орешки. В общем, вариантов множество. Отправляем наше печенье в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут. Далее остужаем и зовем всех к столу. Приятного аппетита! Ну что, друзья, вот такое печенье получилось. Я использовала клубничный джем. Ну, конечно, можно использовать любой джем, густое варенье. Можно использовать шоколад, вареную сгущенку, орешки. В общем, вкусов может быть масса. Напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Там же будут ссылочки на другие мои социальные сети и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях из следующих видео. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!